Это «Между строк». Сегодня говорим о чемодане Сергея Довлатова – сборнике ностальгических рассказов о родине и молодости, куда больше нельзя вернуться. Сергей Довлатов учился на финском отделении филологического факультета ЛГУ. Иностранные языки он изучал неохотно, большинство пар прогуливал и упорно из зубрежки предпочитал попойки и студенческие романы. Первый брак Довлатова с роковой красоткой Асей Пикуровской случился как раз в то время, но ни к чему хорошему не привел. Впрочем, это тема для отдельного видео. В начале 60-х Сергей сблизился с ленинградским бомондом, в том числе с молодыми поэтами Ахматовского круга – Евгением Рейном, Анатолием Найманом и, конечно, Иосифом Бродским, с которым писатель продолжил общаться и после эмиграции в США. В 1962-м Довлатова отчислили с филфака и призвали в армию. Он три года служил конвоиром в республике Коми. Первые рассказы Сергей написал как раз в стенах исправительной колонии. Уже упомянутые Бродский и Найман отзывались об этих текстах не лучшим образом, но сочинять Довлатов все равно продолжал. О своей лагерной жизни он спустя много лет с пугающей натуралистичностью рассказал в повести «Зона», которая представляет собой хронику путешествия ленинградского студента в ад и обратно. «Мир, в который я попал, был ужасен. В этом мире дрались с заточенными рашпилями, ели собак, покрывали лица татуировкой и насиловали коз. В этом мире убивали за пачку чая. В этом мире я увидел людей с кошмарным прошлым, отталкивающим настоящим и трагическим будущим. Я дружил с человеком, засолившим когда-то в бочке жену и детей. Мир был ужасен, но жизнь продолжалась». Вернувшись со службы, Довлатов восстановился на факультет журналистики Ленинградского университета и примкнул к литературной группе «Горожане». Ее участников связывала ненависть к пресному языку и стремление к языковым экспериментам. Свои литературные опыты писатель продолжал, хотя ни единого шанса опубликовать рассказы в «Союзе» у него по идеологическим причинам не было. Высшего образования Сергей так и не получил. С журфака его тоже отчислили. В начале 70-х Довлатов переехал в Таллин. В то время он работал в газете «Советская Эстония» и писал для журналов «Звезда» и «Нева». Об этом периоде жизни Сергей рассказывает в цикле с говорящим названием «Компромисс». Спустя несколько лет Довлатов вернулся в Ленинград, где ему приходилось одновременно трудиться журналистом и сторожем. Примерно тогда же он устроился экскурсоводом в Пушкинском заповеднике в Михайловском. Впоследствии каждый из этапов своей советской жизни Сергей подробно опишет в книгах. Довлатов писал по-американски сухо и соединял таким образом русскую литературную традицию с зарубежной, точнее англоязычной. Его авторская манера восходит в равной степени к Чехову, Селлинджеру и Хемингуэю. В каждом своем тексте писатель обнажает абсурд повседневности, что сближает его с французскими философами-экзистенциалистами Жаном Полем Сартром и Альбером Камю. Впрочем, у самого Довлатова никогда не было амбиции становиться большим писателем. Он всегда предпочитал называть себя рассказчиком. Его полуанекдотические рассказы, основанные на реальных, но изрядно приукрашенных историях, напоминают тексты Чарльза Буковски. Они написаны так, чтобы читатель угадывал в происходящем на страницах книги себя. Произведения Довлатова как бы разрешают человеку быть обычным и не стесняться этого, позволяют разделить с повествователем ироническое отношение к безумному окружающему миру. Интересно то, как Довлатов относился к пунктуации. По его мнению, каждый автор должен был изобретать собственную логику расстановки знаков припинания, поскольку универсальные правила не позволяют передавать на письме необходимые оттенки, особенности интонации героев или повествовательного темпа. С Довлатовым соглашался и его друг, писатель Александр Генис. Он говорил, что даже для воссоздания обычного телефонного разговора требуется оргия знаков припинания, которую по умолчанию не решит оставить в тексте ни один нормальный корректор. В 1978-м писатель вслед за своими женой и дочерью эмигрирует сначала в Вену, а затем в США. На тот момент советские власти уже приноровились отсылать всех неугодных как можно дальше за пределы страны. В 1972-м из Союза похожим образом выдворили поэта Иосифа Бродского. Уже в 1979-м Довлатов оказывается в Нью-Йорке и поселяется на окраине Квинса в районе Форест-Хиллз, где в конце прошлого века начала формироваться русская диаспора. Мы поселились в одной из русских колоний Нью-Йорка, в одном из шести громадных домов, занятых почти исключительно российскими беженцами. У нас свои магазины, прачечные, химчистки, фотоателье, экскурсионное бюро, свои таксисты, миллионеры, религиозные деятели, алкоголики, гангстеры и проститутки. В 1980-м Сергей стал главным редактором только открывшегося русскоязычного издания «Новый американец». Так началось самое счастливое время в его жизни. Обстановка в редакции этой газеты была фантастической, в том плане, что поверить в реальность происходящего было очень трудно. По словам самого Довлатова, это был некий симбиоз коммунизма и варварства. Еда была общая, авторучки, сигареты и портфели общие, зарплаты отсутствовали. Из-за проблем с финансированием газета просуществовала всего несколько лет, хотя русские эмигранты читали ее весьма охотно. «Новый американец» смог даже составить конкуренцию относительно престижной литературной газете «Новое русское слово», которая является одним из старейших мировых регулярных изданий на русском языке и в электронном виде существует до сих пор. В начале 80-х рассказы Довлатова напечатал журнал «Нью-Йоркер». Для почти неизвестного на родине эмигранта публикация в подобном издании была чем-то немыслимым. До Довлатова журнал обращал внимание на русского автора всего один раз, но это был глубоко интегрированный в западную культуру Владимир Набоков, который писал на английском языке и уже был довольно популярен. На публикацию Довлатова в «Нью-Йоркере» отреагировал даже американский писатель Курт Вонигут. В личном письме к советскому эмигранту он шуточно сокрушался, что за всю жизнь не смог добиться того, что Довлатов сделал за пару лет. Вонигут также заметил, что до публикации довлатовских рассказов в «Нью-Йоркере» очень редко появлялись тексты о жизни людей, которые «Нью-Йоркер» не читают. Несмотря на такой значительный журналистский успех и долгожданное литературное признание, к новой жизни Довлатову все равно приходилось привыкать. Об американском быте бывших советских граждан он в деталях рассказывает в своей поздней и не самой удачной повести «Иностранка». Но намного больше о рефлексии русских американцев и переживаниях самого писателя получается узнать из цикла рассказов «Чемодан», который был впервые опубликован в 1986 году. Главный герой «Чемодана» — это литературный двойник Довлатова, советский эмигрант, живущий на окраине Нью-Йорка. В один из дней он случайно находит в шкафу своей квартиры поношенный фанерный чемодан, с которым четыре года назад уехал из Советской России и решает впервые с тех времен в нем покопаться. На первый взгляд кажется, что дорожный кейс наполнен случайным хламом, каким-то барахлом, но про каждую из сложенных туда вещей у Довлатовского героя находится трогательная история из оставленной за океаном ленинградской жизни. Например, поношенную вельветовую куртку французского художника Фернана Леже персонаж, как и настоящий Довлатов, получил в подарок от матери своего друга Нины Черкасовой, которая была знакома с вдовой живописца. Та решила передать вещи мужа Сереже, потому что супруг на смертном одре завещал ей быть другом всякого сброда, а молодой Довлатов идеально подходил под это расплывчатое описание. Сперва подаренная куртка связывала героя лишь с незнакомой ему знаменитостью, но уже после эмиграции в США стало напоминанием и о бедном советском детстве, и о дружбе с семьей Черкасовых, которые не раз помогали Довлатовым финансово. «Я долго разглядывал пятна масляной краски. Теперь я жалел, что их мало. Только два на рукаве и у ворота. Я стал вспоминать, что мне известно про Фернана Леже. Это был высокий, сильный человек, нормандец, из крестьян. В 15-м году отправился на фронт. Там ему случалось резать хлеб штыком, испачканным в крови. Фронтовые рисунки Леже проникнуты ужасом. В дальнейшем он, подобно Маяковскому, боролся с искусством. Но Маяковский застрелился, а Леже выстоял и победил. Он мечтал рисовать на стенах зданий и вагонов. Через полвека его мечту осуществила нью-йоркская шпана. Ему казалось, что линия важнее цвета, что искусство от Шекспира до Эдит Пиаф живет контрастами. Его любимые слова «Ренуар изображал то, что видел, я изображаю то, что понял. Умер Леже коммунистом, раз и навсегда поверив в величайшему беспрецедентному шарлатанству. Не исключено, что, как многие художники, он был глуп. Я носил куртку лет 8, надевал ее в особо торжественных случаях. Хотя вельвет за эти годы истерся так, что следы масляной краски пропали. О том, что куртка принадлежала Фернану Леже, знали немногие. Мало кому я об этом рассказывал. Мне было приятно хранить эту жалкую тайну. В своем разваливающемся чемодане Довлатов перевез в Форест Хиллс не вещи, а концентрированные воспоминания, целые жизненные этапы. Вдали от родной страны мигранты, как правило, быстро теряют связь с самими собой из прошлого, потому что сознанию просто не за что зацепиться. Обстановка не напоминает ни о чем. В то же время жить в этом ощущении абсолютной бездомности невыносимо. Прогуляться по улице Рубинштейна, где прошло его детство, Довлатов больше не мог, но нацепить на плечи старую куртку и моментально вспомнить, каково в ней было идти по университетской набережной к зданию 12 коллегий, ничто не мешало. В каждую из хранящихся в чемодане вещей, от креповых финских носков до приличного двубортного костюма, по кусочкам зашита раздробленная память довлатовского героя, к которой он время от времени возвращается, чтобы не потерять себя. Сборник чемодан захлопывается вместе с крышкой дорожного кейса, но мы легко можем вновь распахнуть его и отправиться в сентиментальное путешествие в Ленинград или Таллинн 70-х, где до сих пор кипит жизнь. Просто нас там больше нет.